Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий Кравцев Сергей, и мы начинаем! Дорогие друзья, вы очень просили, чтобы я рассказал, как восстановиться после абьюзивных отношений нарцисса, или просто даже я бы назвал этот выпуск, как восстановиться после отношений с нарциссом. Понятно, что где-то там имеет место быть и абьюз, и другие всякие варианты, как вот кто-то там искал про газлайтинг, в общем, не понравилась моя терминология, что я там приплел, да, что газлайтинг это, ну, вроде как был на фоне дизлексии, да, по отношению ко мне про выпуск, когда я снимал про свою дизлексию, да. Вот, поэтому, чтобы не вызывать бурные споры в комментариях не по теме, не будем сейчас касаться конкретно абьюзов, газлайтингов, если вам интересно, мы обсудим это чуть позже, да, вот эти вот этапы, так скажем, такого трэша, нарцисс, нарциссовского трэша такого, да, чем, что они делают с нами, и как они себя поступают, ведут таким образом, что заставляет нас, да, вздрагивать при мысли о том, что с нами снова такое повторят. Так вот, как восстановиться? Как восстановиться после этого трэша, после всего, что сделали с нами, после всего морального изнасилования, который принес вам нарцисс, на самом деле нужно максимально успокоиться. Как бы это ни звучало, понимаете, когда вы максимально обеспокоены тем, что у вас происходит расставание с нарциссом, а оно постоянно происходит, ну, по принципу такой немножечко даже социозависимости, да, вы привыкли через смотреть на мир, через призму мнения нарцисса, вы зависите морально от нарцисса, да, и очень сложно заставить себя не думать о нем, но именно это и предстоит вам сделать в ближайшее время, чтобы восстановиться от этих патологических отношений. Поймите вот какую вещь. Чем больше вы думаете о том, какие у вас были отношения с нарциссом, чем больше вы ходите по кругу и постоянно думаете о том, как у вас происходили взаимоотношения, перебираете в памяти какие-то случаи из жизни, и чем больше вы углубляетесь в мысли о нарциссе в целом, тем больше вы не можете разорвать эти взаимоотношения. В первую очередь внутри своей головы. Чтобы вы могли разорвать, наконец-таки, этот узел, которым привязал вас к себе нарцисс, вы должны обратить, переключить внимание от нарцисса к себе. Задайте себе вопрос. О чем вы мечтали? Чего вы хотели в жизни? Может быть, кроме этого человека существуют какие-то ваши желания, ваши потребности, ни родственников, ни ваших родителей, ни мам, пап, ни ваших детей, если они есть конкретно ваши. Чего вы хотите в жизни добиться? О чем вы мечтаете? О чем вы мечтаете на самом деле? О каком партнере вы мечтаете на самом деле? Посмотрите на этот окружающий мир, посмотрите, насколько он богатый и насыщенный. Абстрагируйтесь от чувства обиды, мести, какого-то желания вернуть человека или привязать к себе. Отпустите его. На самом деле уже не важно, будет он рядом с вами, с другим человеком, будет ли он вообще где-то в вашем круге, или его не будет совсем. Поймите, очень важно, что то, что вы переживаете, на самом деле сейчас дискомфорт по отношению к этому человеку, то, что вы переживаете нехорошее чувство, может быть, вы расстаетесь вместе, потом возвращаетесь к этим отношениям, какое-то время проводите вместе, опять расстаетесь. Все вот эти моменты, понимаете, они приносят вам боль и страдания. И если вы с человеком испытываете боль и страдания, это уже сигнал о том, что это не ваш человек. Вам нужно отпустить эту жизненную ситуацию. Просто максимально отодвинуть этого человека в сторону. Уйти, дистанцироваться от этого человека и начать жить вашей жизнью. Как же это сделать и какие лайфхаки могут быть по этому поводу? Сейчас обсудим. Во-первых, нужно признать, что проблема все-таки есть. И проблема есть в эмоциональной сфере. У вас сейчас стресс. По сути, у вас сейчас такая, может быть, легкая даже форма депрессии. И чтобы, соответственно, остановить, нивелировать вот этот замкнутый круг стресса, потом у стресса есть триггер. В момент стресса вы возвращаетесь опять к этим отношениям. Возвращаетесь к этим отношениям, начинаете думать об этом человеке, начинаете думать об этом человеке, опять испытываете стресс, опять испытываете стресс, опять возвращаетесь к этому человеку. и так по кругу. Чтобы это разорвать, нужно, что вы можете убрать? Вы же не можете убрать, вот прямо вот сказать себе, я не буду думать об этом человеке, все, все, я не думаю об этом человеке, нет. И больше никогда к этому вопросу не возвращаться. Но вы можете убрать фактор стресса. Как убрать фактор стресса? Вы можете использовать легкие сетативные средства для того, чтобы купировать это свое плохое самочувствие. Это может быть ромашковый чай. Можно даже вместе все эти средства использовать. Это может быть афабазол. Это может быть прием мелатонина, чтобы улучшить сон. Это может быть прием добавки HT5. Все вот эти вот вещи, они будут улучшать, соответственно, ваше состояние. HT5 – это такая профилактика и дофаминовых рецепторов, это и, соответственно, улучшит ваше настроение. Мелатонин улучшит ваш сон, улучшит ваше самочувствие. И, соответственно, что еще? Ну, как бы афабазол такой седативненький достаточно, то есть будет вас успокаивать и ромашка будет вас успокаивать. И если вы находитесь в сильном стрессе, а, скорее всего, вы в нем находитесь, то, соответственно, вы можете сделать вот такую вот профилактику. Профилактику побочных эффектов тут, в принципе, нет, кроме индивидуальной непереносимости, и то, скорее, вот эта индивидуальная непереносимость, она возможна при приеме афабазола, и то в очень-очень редких случаях. В общем-то, после этого, после того, как вы все это начали пить, вам нужно, соответственно, начинать переключаться на другие дела. Даже если очень не хочется, нужно переключиться на другие дела, но не просто на дела, не просто на работу, на других людей. Вам нужно заставить себя общаться с другими женщинами или мужчинами, да, в зависимости от ваших предпочтений, вот. Соответственно, вам нужно заставить себя коммуницировать с ними, в том числе и как с возможными потенциальными партнерами. Это не значит спать, влюбляться, обниматься, это значит, что в неформальной обстановке общаться с людьми. Как тренировку, как упражнения. Я на своих консультациях очень часто даю такие упражнения. Сходите, просто пообщайтесь. Даже с продавцом в магазине, вот понравился вам какой-то продавец, продавщица симпатичная. Подойдите, заговорите с ней, почувствуйте, что человек может быть к вам расположен, может быть, просто человек к вам влубнется и сделает ваш день чуточку лучше, совсем немножечко. И вот такими маленькими-маленькими продвижечками вы будете двигаться вперед, и вы поймете, что вы любим этим миром, что вы полноценная, целостная, гармоничная личность, которая заслуживает большего. И которая способна найти себе достойного партнера для достойной жизни. Если вам понравилась эта тема, и вы хотели бы узнать больше, как восстановиться от абьюза нарцисса, пишите в комментариях. Я сниму второй выпуск, вторую часть данного сюжета. Дорогие друзья, с вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я жду вас на своих консультациях онлайн. А также в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok